Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня речь о пластической хирургии. У нас в гостях Владислав Иванов, пластический хирург. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, какие появились новые методы и подходы в этой области медицины? За последние несколько лет появилось очень много нового в пластической хирургии, так как и во всей медицине. Во-первых, если брать реконструктивно восстановительную хирургию, это появились индивидуальные импланты, которые замещают поврежденные кости лица, черепа, других частей тела, которые делаются на основании 3D-моделирования, на основании предоперационно выполненных томограмм магнитно-резонансных рентгеновских, то есть можно сделать по недостающему дефекту импланта и его заместить. Очень широко стали использоваться эндоскопические технологии, которые позволяют выполнить большинство операций через микроразрезы, которые могут находиться внутри полости рта, в ласистой части головы, то есть которые снаружи практически не видны. И, естественно, это внедрение очень многих современных композитных материалов практически во все сферы пластической, эстетической и конструктивно-обстановительной хирургии. Это высокотехнологичные, конечно, материалы, достаточно дорогостоящие, но они себя оправдывают и по эффективности, и по результатам, которые дают их применение. Как вы оцениваете пластическую хирургию в Рязани? Как человек, который достаточно давно работает в пластической хирургии, я ее оцениваю на очень высоком уровне. Причем не только я, но и большинство моих коллег, как в России, так и за рубежом. С чем это связано? Во-первых, я лично принимал участие в разработке тех положений, которые вошли в основу подписанной президентом Российской Федерации специальности пластической хирургии, то есть в составе проблемной комиссии Совета Федерации. Во-вторых, на базе Рязанского государственного медицинского университета, одним из первых в России был открыт образовательный курс, который в настоящее время работает, проводит первичную переподготовку врачей по специальности пластической хирургии, выдает сертификат пластического хирурга. Ну и в-третьих, то, что наши доклады востребованы на самом высоком мировом уровне, вот это также подтверждает, что мы работаем на качественно высоком уровне, экспертного класса. В частности, вот за последний год только мои доклады были представлены на всемирном форуме в Чили, на конференциях европейского уровня в Милане, в Мадриде, в Голландии, в Амстердаме. В частности, вот последнее приглашение, это в Чикаго и в Нью-Йорк, в Америку в ноябре. Кроме того, такой есть показатель, как количество пациентов, допустим, клиника пластической хирургии в областной больнице. По количеству прооперированных пациентов, может превосходить ведущие клиники Москвы. Часто ли вам приходится отговаривать пациентов от операции? Вы знаете, как приходится отговаривать практически ежедневно. С чем это связано? Первое – это то, что пациенты пытаются сделать, так скажем, нереализуемое, пытаются получить от операции того, что не может дать хирург или не может дать операция. Это первая группа пациентов. И вторая группа пациентов – это пациенты, так скажем, экстремального склада характера, которые хотят сделать чрезмерно большую грудь. Некоторые хирурги с этим связываются, но я просто стараюсь в это не втягиваться. И какие-то экстремистские варианты пластической хирургии, они мной явно не реализуются. Анжелина Джоли недавно призналась, что сделала мастектомию, операцию подоления молочных желез. Скажите, как вы можете помочь женщинам, которые столкнулись с подобной проблемой? Ну, во-первых, к этой проблеме нужно подходить очень комплексно. Очень должны быть строгие показания, в которые и в процессе обследования этой женщины обязательно должен принимать участие доктор-онколог. Обследование включается – это выявление так называемых онкогенных генов, измененных BRCA1, BRCA2. Потом это выявление наследственных факторов. Естественно, если у женщины есть такая угроза, то, я думаю, не стоит ждать тогда, когда случится гроза и гром, то есть разовьется рак, а на стадии еще предраковых заболеваний нужно прооперироваться, поставить, убрать, допустим, те же самые молочные железы, поставить импланты, и, в принципе, женщина от этого дамоклого меча в какой-то мере будет избавлена. Такие операции на базе областной клинической больницы делались и делаются. В частности, вот последняя наша операция была уже непосредственно выполнена у нашего коллеги, у доктора-анестезиолога, у которых имеется действительно такая серьезная проблема – отягощенная наследственность и выявлены онкогенные гены измененные. Конечно, мы пошли на встречу, выполнили такую операцию. Это не является чем-то эксклюзивным таким в мире, эта операция выполняется давно, просто они сейчас именно благодаря Анджелине Джоли и другим звездам, которые делают подобные операции, они, так скажем, были широко озвучены, проблема была поднята. А сейчас нас смотрят люди, которые, может быть, хотели бы сделать пластическую операцию. Что бы вы хотели бы сказать? Ну, во-первых, нужно всегда четко осознавать, что вы хотите сделать, это раз, для чего вы это хотите сделать, и насколько реалистично ваше пожелание. Вы можете меняться сами, но мир вокруг вас от вашей операции не изменится. Это раз. Во-вторых, к операции нужно относиться как действительно к операции, как к серьезному достаточно мероприятию, а не какому-то как походу в косметический салон или еще что-то. Если действительно предстоит вмешательство, то нужно найти грамотного специалиста, врача, который действительно долго работает, посмотреть отзывы о нем в интернете, поспрашивать коллег, поговорить с косметологами. Естественно, что нужно делать операции в достойных клиниках, а не в условиях, парикмахерской. И самое главное, нужно очень внимательно слушать врача, что говорит он вам на консультации. Не только слушать, но и слышать его и переносить, так скажем, его мнение именно на свое мировосприятие и преломлять его относительно себя. Вот то, как пациент слышит врача, очень важно, бывает, как будет выбрана операция, какой будет результат от этой операции и как будет протекать послеоперационный период. Потому что, если у пациента есть хороший настрой, то все будет благополучно. Если начинаются какие-то непонимания, двусмысленности или еще что-то, то, как правило, все течет не слишком хорошо. Большинство тех скандалов, которые есть сейчас в прессе, где-то там еще, возникают именно от этого недопонимания. Один недопонял, второй недоговорил. Чтобы этого избежать, у нас есть достаточно сильная юридическая база. Кстати, на базе Совета Федерации Российской проблемной комиссии в Совете Федерации я принимал участие, когда формировался порядок оказания помощи по пластической хирургии. Есть ряд утвержденных нормативных документов. С одной стороны, эти документы защищают пациента от недобросовенности врачей и клиник. С другой стороны, они защищают врача. То есть, врач – это не раб на галерах, из которого можно видеть веревки и устраивать ему скандалы. Это высокоинтеллектуальный специалист, прошедший, имеющий определенный багаж знаний и обладающий высоким интеллектуальным уровнем. То есть, то, что было раньше. Сейчас, ну и в Москве, так называемое зарабатывание на врачах, сейчас это приобрело, так скажем, определенные рамки. И сейчас пациенты не могут позволить творить с врачами то, чего они, так скажем, себе позволяли раньше. То есть, это защитило и врача, это защитило и пациента. Я знаю, что вы очень много ездите по Амиру с лекциями. Совсем недавно были в Китае. Скажите, а действительно ли Китай переживает бум пластической хирургии и китайцы любят увеличивать глаза? Да, в Китае действительно сейчас бум пластической хирургии. Причем, в Китае нынешней есть и высокотехнологичные клиники, но большинство китайцев оперируется фактически на уровне парикмахерских. То есть, там пластическая хирургия напоминает нашу, которая была где-то в начале 90-х годов. Да, у китайцев очень популярны увеличения молочных желез. Вот. И пластика, так скажем, восточного разреза глаз. То есть, это одна из наиболее востребованных операций в Китае. Расскажите, как в Рязани сейчас подготавливают пластических хирургов? Это уже проводится с того времени, как было подписано положение о создании специальности пластической хирургии. И на базе Рязанской областной клинической больницы, на базе кафедры хирургии и постдипломного образования мы проводим первичную переподготовку врачей хирургических специальностей, именно по специальности пластической хирургии. Проводим сертификационный экзамен и выдаем им сертификат пластического хирурга. То есть, фактически, мы осуществляем, так скажем, обучение и даем им право именно работать в данной области знаний. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!